МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возвращение раковых заболеваний в мире известно всем. А можно ли утверждать, что в 21 веке это угрожает существованию человечества? Да, действительно, тема смертности от злокачественных образований весьма актуальна. Во всем мире занимает либо лидирующее, либо второе место смертности, структуре смертности. И поэтому не обращать на это внимания невозможно. А что касается заболеваний органов человека, все-таки какие органы больше всего подвержены заболеваемости и лидирующие позиции занимают? На первом месте всегда стоит рак кожи. Учитывая наш регион и большое количество солнечных дней, это предельно понятно. В нашей стране, так и за рубежом, существует 5 основных нозологий, 5 основных локализаций злокачественных образований. Это рак трахеи бронхов и легких идет в одну, рак желудка, это рак молочной железы, рак предстательной железы и колоректальные раки, это раки кишечника. Что касается статистики по онкозаболеваниям в Севастополе, какова статистика? За последний год мы выявили 1468 случаев онкозаболевания. У нас на сегодняшний день находится на диспансерном учете 16540 человек. То есть это те люди, которыми мы постоянно занимаемся. А есть ли разница мужчин и женщин, и все-таки какой возраст самый распространенный? Безусловно, разница это есть. Мужчины, как правило, болеют чаще заболеваниями, поскольку более подвержены воздействию вредных факторов, канцерогенных факторов. А возрастная категория – это лица старшего возраста, то есть это лица старше 50 лет. То есть чем выше возраст, тем чаще выявляются данные заболевания. Считается, что с возрастом человек накапливает воздействие канцерогенных факторов, и в связи с этим увеличивается частота выявления этого заболевания. Какова динамика прослеживается за последние годы? Вообще во всем мире, так и в Севастополе, частота онкологических заболеваний с года в год возрастает. Связано это и с воздействием канцерогенных факторов, связано это и с улучшением диагностики. Поскольку медицина идет вперед, появляются новые диагностические аппараты, методики, которые позволяют прежде всего выявлять злокачественное образование на ранних стадиях. То есть то, что мы не имели возможности, допустим, 10 лет назад выявить, а соответственно эти лица идут в статистику и увеличивается количество выявленных раков. Это хорошо, потому что чем раньше выявлено заболевание, тем больше шансов и у врачей, и у пациента добиться максимально положительного эффекта от лечения. Факторы риска самые основные какие? Факторов риска много. Факторы риска есть химические, то есть это химические элементы, биологические факторы риска, генетические факторы риска. То есть, допустим, предрасположенность к заболеванию, скажем, основные. А прежде чем поговорить о профилактике онкозаболеваний, у нас есть небольшой опрос. Мы спрашивали жителей города о том, какая должна быть профилактика, если вдруг такое случается. Давайте посмотрим и продолжим. Хорошо. Про онкозаболевание вести здоровый образ жизни, не безобразничать. А то сейчас очень много таких больных, то алкоголизма, то наркомании, а это не болезнь, это распущенность. А все остальное для здоровья. У нас онкозаболевание не может быть, у нас море. Ну, просто если себя правильно вести, то болеть не будешь. Бог миловал, поэтому ничего не знаю. Ну, я знаю, что там есть у нас в стрелке, этот самый, как онкокакой-то пункт, а так не прибегаю. Ну, хотя надо проверять, совсем советую. Ну, я знаю, что да, есть и нужно какие-то там меры принимать, но ко мне пока это не относится, поэтому я особенно и не принимаю. Онкозаболевание, конечно, я знаю, это раковое заболевание, оно в нашем городе распространенное. И чтобы не запускать, надо вовремя обращаться к врачам. Надо обязательно хоть раз в год пройти профосмотр. Ведем нормальный образ жизни, но, к сожалению, для онкозаболевания, наверное, это безразлично абсолютно. Так, и как вы думаете, что потом... Я хотел бы прокомментировать последнее выступление, прежде всего, когда женщина говорит, что для онкозаболевания это бесполезно. Мой ответ – нет. Это абсолютно полезно. То есть вести здоровый образ жизни, правильное питание, движение, занятие физкультурой, естественно, снижает риск рака. Допустим, если мы с вами будем говорить о вреде курения, то доказано, что только бросив курить, снижается риск рака легких в 40 раз. То есть вы понимаете цифру, да? Значит, вести здоровый образ жизни, ограничить употребление алкоголя, здоровое питание. То есть, в принципе, все те мероприятия, которые направлены вообще на нормальное здоровье. То есть и по сердечно-сосудистой системе, так и по онкозаболеванию. А что касается менее таких распространенных, то есть мы перечислили самые основные. А какие заболевания еще могут встретиться? Ну, скажем, рак желудка, например. Рак – это вообще, скажем, общее название. А патологий более ста. То есть рак может быть хоть чего. И вот из опрашиваемых жителей, то, что мы сейчас смотрели, сюжет, женщина сказала абсолютно справедливо, что нужно регулярно обследоваться. И обследоваться не тогда, когда уже заболевание проявило себя, тут это уже само собой разумеется, а когда человек себя считает абсолютно здоровым. То есть это диспансеризация, это профосмотр, то есть которые проводятся в нашем городе регулярно, но нужно еще и участие пациентов, самих жителей города, потому что очень много военных, характеры суровые, и он пока без сознания не упадет, и его окружение, то есть в больницу никто не обращается. Поэтому важно обследоваться именно тогда, профилактически обследоваться. Ничего не беспокоит и прекрасно. Что-то нашли, рак в клетке, то есть эта клетка начинает делиться бесконтрольно и распространяться за пределы какого-то органа, либо ткани, что такое рак. Бесконтрольный рост клеток. Если мы успеваем найти рак в клетке, это называется в медицине cancer in situ, то тогда эффект от лечения, во-первых, самый лучший эффект, а во-вторых, это минимальное лечение, минимальный вред здоровью будет у человека. Как часто стоит делать диагностику, скажем так? Ну, у нас получается, что диспансеризация проводится раз в три года, а профилактические осмотры можно проводить раз в два года. То есть достаточно хотя бы раз в два года проходить профосмотр, скажем так? Да, этого вполне достаточно. А при диагностике сложно ли диагностировать само заболевание? Насколько это трудно? Есть ряд заболеваний, которые, да, сложности диагностики, но, как правило, это изучение именно клеточного состава и ориентированно это именно уже на лечение. Допустим, вот по пяти основным нозологиям, то, что я называл, там никаких трудностей нет, и в нашем городе имеется и оборудование, и специалисты, которые могут вовремя поставить диагноз. Необходимо проводить лишь регулярные обследования. Профилактические процедуры, которые нужно проводить, они отличаются? Скажем, ну, рак легких, понятно, бросаем курить, в 40 раз снижаем. Например, рак кожи. Рак кожи. Но мы с вами уже говорили, что находимся в прекрасном регионе, море, солнце. Все должны прекрасно понимать, что нельзя допускать ожогов кожи, потому что это приводит к заболеванию кожи и, в частности, к раку кожи. Также вредны, ну, я их так называю, хронические загары, да, когда человек постоянно находится раздетый под воздействием солнечных лучей. То есть уже загорел, уже цвет кожи красивый, но, тем не менее, люди продолжают загорать, постоянно длительное время находятся под воздействием ультрафиолета. Это тоже вредно, это тоже может привести к раку. Обязательно нужно использовать защитные крема. Они продаются в аптеках, они абсолютно доступны, и свою кожу нужно обязательно защищать. Не загорать, скажем, в самый солнцепёк, да? То есть, допустим, пришли с утра, позагорали, там, вечером, допустим, позагорали. А когда 12, там, с 12 до 2 лучше не появляться на солнце, когда лучи максимально активны. А вот ходит миф такой, что эти крема, про которые вы говорили, они как раз-таки сопутствуют заболеванию раком. Насколько это миф всё-таки? Я считаю, что если это качественный продукт, то он не может провоцировать развитие рака. То есть, его воздействие как раз защитит кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей. Если вы купили там в каком-то ларьке непонятно что, ну, естественно, гарантии дать качество никто не может. Если это сертифицированный продукт, если продаётся в официальной аптеке, я считаю, что о чём может быть речь. По другим видам рака из пяти, которые самые распространённые, профилактика каким-то образом отличается? Или то, что вы озвучили, это основное? Ну, по раку лёгких понятно. Это прежде всего нужно исключить табакокурение. Значит, рак желудка плюс к этому алкоголь. Да, допустим, алкоголь плюс курение ещё, они потенциируют друг друга, действуют друг друга. То есть, в табачном дыме находится масса канцерогенов. Алкоголь влияет и на желудок, и на печень, и на поджелудочную железу. Значит, рак молочной железы. Существуют и методики самообследования женщин. Значит, в возрасте до 40 лет женщине достаточно проходить УЗИ-диагностику. После 40 к этому добавляется маммографическое исследование. Мы, кстати, получили новый маммограф шикарный. И сейчас он активно работает. Значит, относительно ракопредстательной железы мужчины после 50 лет вообще регулярно должны посещать урологов и проходить обследование. Это и УЗИ-диагностика, и есть онкомаркеры, которые сейчас абсолютно доступны в городе. Можно сдать простатоспецифический антиген. ПСА он называется. Сдали, посмотрели. Ну, в любом случае, осмотр врача должен быть. Колоректальные раки. Это регулярно проходить обследование. Эндоскопические обследования. Абсолютно легко могут диагностировать данный вид заболевания. Берется биопсия, изучается клетчатый состав. Гистологи четко говорят, что это за образование. И начинаем лечение. Лечение, как правило, три основных направления. Это хирургическое лечение, это химиотерапия, то есть это лечение препаратами и лучевая терапия. То есть это получается удаление, скажем, того, той части? В зависимости от заболевания. То есть это решается на врачебной комиссии. Каждый пациент, которым диагностирован рак, он проходит через врачебную комиссию. И подход индивидуальный. Существуют стандарты, которых мы должны придерживаться, допустим. Но диагностировали пациенту определенные заболевания. И в соответствии с этими стандартами, не потому что мы так решили и так захотели, а существуют стандарты оказания медицинской помощи по профилю онкологии. И по каждому конкретному случаю мы расписываем план лечения. Если необходимо, значит мы приглашаем на повторную комиссию, то есть по результатам проведенного лечения. И дальше уже определяемся с тактикой дальнейшего. Вот три основных направления, они могут быть комбинированные. То есть может быть, допустим, хирургическая плюс химиотерапия. Может быть лучевая плюс химиотерапия. Может все три, допустим, направления задействовать. Да. Это зависит от строения опухоли. Спасибо вам большое за ценную информацию, за то, что пришли в студию и ответили на вопросы. Спасибо вам. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. И не забывайте про свое здоровье. Ведите здоровый образ жизни. До встречи в эфире. До встречи в эфире.